И всякий город или дом разделян себе не устоит. И вот слова евангельские людям, в общем-то, многим известны. Но только стоит вопрос задать, скажи, не устоит? Как это относится к нам? Вот одно слово, оно не устоит. Где я могу проверить, устоит или не устоит? Никто не может ответить. Ну скажите, Россия устояла в православии? Ну, ходят же с храма открыты. Я не это православие имею в виду. А то, которое точно по слову Божию идет. По толкованию святых отцов. Соблюдая их каноны, правила, посты. Где? Оно не устоит. И что говорит слово Божие нам об этом? Не знаю. А для нас это очень важно. Потому что царство, дальше уменьшается дом, это означает каждого отдельности. Устаю или не устаю? Разделюсь на двое или будут цельные натуры? Цельные натуры это полностью, сто процентов в одном направлении. А как раз об этом-то главное запахи говорит. Всем умом, всей душой, всей крепостью, всем сердцем. Богу половинки не нужны. Богу девяносто девять процентов не нужны. Или, или, кто не со мной, да я не хочу ни туда, ни сюда. Нет, тот против меня. Я ни за красных, ни за белых не получится. Вот такой вариант уже не проходит. Или ты целиком православный, или ты никто. Бог все отнимет. Покажи результативность того, что ты знаешь, что с сектантами. Кто из сектантов пришел через тебя в православие? И каким он стал? Конкретно покажи. Если этого нет, я могу задать вопрос. А почему у тебя печати нет? Мы вот разослали это наше обращение. Поставили печать на каждый, на лист печать. А какая печать? Апостольство. Печать моего апостольства вы. Если бы я не говорил о Боге, когда у меня, тебя бы здесь не было, тебя здесь не было, тебя не было, и вы бы не пришли. Печать моего апостольства вы. Вот мое доказательство против обвиняющих меня в неправославии. Моего православия достаточно, чтобы вы стали православными и даже священнослужителями. Я против обложения, которые в православии, которые под именем православия паразитируют. Которые сделали обыденным, публичным, как будто бы никакого Христа и нет в церкви. Считаю целые трактаты сегодняшней архиереи. И слова Христос вообще отсутствуют. Его нет. А слова Библии за 40 год и время встречаются. Его как будто нет. Это не то, что ненормально, а никак. Во второзаконе 7.24. Господь говорит, если будешь соблюдать заповеди мои, то ты врагов истребишь. И никто против тебя не устоит. Никто. Я ведь предлагаю встречу постоянно. Епархии. Давайте встретимся на телевидении. На радио. На площади. У вас в Епархии. У нас в церкви. В университете. На площади в городе. За городом зайдем на гору. Не под каким видом. Мне только передали. Говорят, священники подняли руку. Руки и сказали, если он приедет, у нас всех победит на меня. Да какая же мне сила? Я ни семинарии, ни академии не кончал. Ничего. В общем, Слово Божие. За мной ни одной победы нет. Если я где выходил, без Слова Божия, там да. А я не выходил. Одна же Слова Божия, вещь, она прорубала. Бог так вел. Они это осознают. Прекрасно. Если у вас есть знакомые люди, не согласные с православием, пригласите их туда. Пригласите. Мы побеседуем. Поговорим. Откроем. И вы увидите, где истина. Исайя 28, 18. Договор ваш с преисподненью не устоит. И союз ваш со смертью урушится. То есть ложная надежда людей спасти где-то в сектах, это все будет разрушено. Это богово с преисподней. Так они же мучаются, они много лет страдали. Киприан Карпагенский говорит, хотя бы они умерли с именем Христова на устах, кровь еретика не принимается Богом. А откуда это известно? Из священного писания. Дофана, Верона и Кореи с живьем в ад сошли. И там была кровь. Последователи. Бог сжег. И как-то 250 священников за раз. А все выбросить надо выбросить, кроме кадильниц. А кадильницу оставить, они отсветились таким. А куда их девать? А никуда. Разверните их, они же из пластинок сделаны, так, жестяные. И чтобы покройте жертвенник этими кадильницами. Чтобы каждый раз, подходя, смотрели, нечаянно задените, кровь брызнет. А это вот тогда 250 погибли, они пошли. У нас нет таких знаков гибели сектантов. Мы должны просто верить. Все, которые отпали от церкви, они вне корабля Божия. Они не невеста Христова. Это разделившиеся, отделившиеся. Сирахов 22.19. Покорка поставлена в высоте, не устоит против ветра. Не надо подкирать гнилье. Надо строить на прочном фундаменте. Прочный фундамент это вера в Иисуса Христа. А вера в Иисуса Христа это в церкви. В них в церкви вообще ничего нет. Христос вообще с такими делами никакого не имеет. Он пришел создать церковь и развести ее на небо. Мы сейчас считаем, избранных соберет. А не сектантов, не еретиков. Грамотные люди, еретики. Я говорю, вот написано, и дела против известных. Прелюбодевяние, а у нас нету. Убийство. Ну, у нас никто не убивает, мы в армии не служим. Молодцы. А дальше написано, записай, еретики. Ну, вообще, а где еретики? Ну, это когда-то будет. Как когда будет? Да в самые последние времена они будут. Христос, придя на землю, найдет ли веру на земле? А мы скажем, Господи, 20 тысяч вер на земле. А тогда одна была. Да Кришна как раз об этом-то и идет. Серафим. Ну, давай нам за 200 лет кинем назад. Времена Пушкина. Он как раз современник был у него. Его нет. Вот ты серафима не будешь уже брать в руки. А скажи, на что тогда обопрежься? Ну, какие это были раньше святые. Только не Христа, чтобы продолжать идти дальше до Христа. Нельзя целиком верить во Христа, если у тебя какие-то другие идолы и башки. Да все серафима, слава Христу, мне не поставлена задача определять его или судить. Но сегодня вся Россия туда движется. Кто не позвонит туда, а мы в крестный ход, мы поехали к Дивееву, к Оккинским старцам, ну и дальше все остальное. Вся Россия в движении. Только вчера, позавчера услышал по радио, патриарх, святейший, его святейшество, названия-то какие все, благословил крестный ход от Владивостока до Москвы. Со всех сторон страны движутся крестные ходы. И как они идут, и мы молчим, мы только Иисусу молитву творим, и дальше разговаривают, интервью берут. Зачем? Да вот у нас проблемы, и везде все до того говорят слово проблемы. Вот у дочери проблемы, ну ты я слышал, разведенный пятый раз. Что? Да вот у нее проблемы, а что там? Да после аборта не оправится. А что? Да у нас с мужем проблемы, что пропил, прокурил. Ну понятно же откуда, что есть. Да она, а 60 лет нету, какие это проблемы? У нас 80 с лишним лет стоит сестра, и она этого слова не знает. Она стоит и экран не сядет. Устыдитесь, она на суде Божем будет предстоять и покажет. Одинаковые условия для всех. Один воздух, одни стены. Одна вера. Что доказывается? Гнилые подпорки не помогут. Боязливое сердце при глупом размышлении не устоит против страха Божия. Не устоит. Ты начнешь только рассуждать, если нам тебя осудишь. И вот такое это царство, разделившее это, ты соедини его вместе. И как? Все для Господа. Убери эти, милые подпорки. Пойди сегодня вниз и скажи, Господи, виноват. Отстаю сколько положено в оглашенных, но никуда никогда не отойду от церкви. Здесь Бог дал мне рождение. Если этого нет, это самое настоящее беснование, при том буйное беснование. Отнятие разума, отнятие совести, всего. Больше катастрофы нельзя претерпеть, как потерять спасение. А все остальное, какой смысл имеет? Хотя тысячу детей на рожай. Хотя тысячу лет будет жить и рака будет. У Бога нет исследования об этом. У Бога одно исследование. Жил ли ты по закону Его? Жил ли ты по уставам Его? Лука 12,52. И вот отныне пятеро в одном доме будут разделяться. Двое против двух, трое против двух. Трех. Начало есть, а конец Господа. Ты сказал отныне, отныне, то есть от Христа. Ну а будет время, когда они будут разделяться. Это порой пришедшие. А дальше ворота Царства Небесного не будут запираться. Все эти разделители, смутьяна, ропотники, псы смердящие, они будут вне и будут выпрошены. Ты сегодня прибивайся к церкви. Смертный ужас напал на окружающих. Когда было сказано, кто будет застар в храме, застар, те будут казнены. Времена антима некомедийского. Одновременно в храме 20 тысяч. Я даже не знаю, представь, что это огромный стадион. Набились один к одному. Некоторые не крещеные были. Был брошен клич сразу. Тайные христианские священники есть. Сразу вышло несколько десятков. Никто даже не знал. А епископы? Ну где же епископов-то? Их всех истребили. И вдруг шесть человек выходят. Среди простых миллиардов стоят. Немедленно крестит здесь все. А там хороста кладывают, салону, нефтью поливают. Рядом жертвенник, мясо нарубленное. Бери кусок мяса, положи на жертвенник, иди домой. И ни один не дрогнул. И задымилось. На алтарь Божий 22 тысячи сразу взошло. А тебя никто не гнал, лежок. Сатана только поджег, и ты выскочил. И церковь мне не нужна. Ты вдумайся в это сумасшествие свое. Да тебя бы убивали. За 10 тысяч смертей приговорили, как Серафим Таровский говорит. Тебя бы все черри прогрызали во всех направлениях. И тогда, любезные, сто лет. Что это значит? Если вне церкви-то нет спасения, значит никакого понятия нет ни о церкви, ни о спасении. Вы не думаете, что просто так люди уходят? Это на аркань, на крепкой цепи сатана тащит людей. И при том это не сразу. К этому были ступени. Ступени противления, противления мужу, противления священнику, противления несогласия. А оно на противление все строилось. Я знаю посты эти не апостолов установили. Но я православный. Мне они не нужны, эти посты. Но я сразу начинаю молиться. Сейчас, вот как раз сказать, сегодня уже 12-е, завтра 13-е августа, 14-е, то уже постный день тоже. Дай мне любовь к этому посту, чтобы я с желанием постил. Я должен переломить себя в это моя победа, в это мой труд. Бог дал мне разума, дал знание Писания, и я узнал не по Писанию эти посты. Они должны быть отменены. Но установил собор, только собор может отменить петель. Мне надо исполнять с любовью. Без любви Бог не примет это дело. И я уже сейчас тебя терзаю. Господи, дай мне любовь. Еще не было ни одного поста, чтобы я возрастал. Ни одного. Я из-за детей только. Из-за Петрова поста, когда детям не могу дать молочное. Все до одного поста несут с любовью, с радостью. Почему? Бог отвечает на молитву. А они мне не нужны. Я не толстый. Я верю в Бога. И я знаю, что они мне нужны. Они мне очень нужны. В первую очередь, я не отошел от церкви, покушание имел. Во-вторых, я еще больше смиряюсь. И дальше я начал научиться ценить ту пищу, которой нельзя. Даже потом с вожделением на рыбку буду смотреть. Я нахожу положительные стороны. Да как-то это хорошо, что у нас в православных такие чудные факты установлены. Я наговариваю сам себе душу свою, как отняться от груди младенца, убеждая, они необходимы. Они нужны. Они уже есть. А если отменят, я с такой же радостью буду благодарить Бога, что их отменили. Тогда жизнь пройдет в радости. Пророк Иезекиев 37-22. И уже не будут разделяться на одно старство. И будет царем им, среди Христов. Вот такое старство тогда устоит, если мы все одинаково склонимся перед Христом. Кого сегодня нет, пригласите их на занятия. И мы вместе склонимся перед Богом. Пригласите. Если они еще полностью не заблокированы сатамой, они не придут. Если не придут, это высшие доказательства. Они уже ищут на стороне, с кем знакомиться, куда переехать, кому позвонить, где. Люди уже совершенно будут не наши. Еще не поздно, пока ты здесь. Завтра будет уже отрезано навсегда. Осия 10-2. Разделилось сердце их. Зато они будут наказаны. Сокрушит Господь кумиры их. Убойтесь Бога. Чтобы убояться Бога. Нужно читать Библию. Слово страх встречается, я повторяю, 231 раз. Ужас. 173. Страх Божий 191 раз. Значит, Бог держит человека в страхе, со страхом приводит церковь и страхом удерживает церкви. А церкви не такие люди. Я знаю, что иногда бывают немерские люди, ведут себя более порядочно, но это мой брат и сестра. За тех Бог не спросит, а за этих спросит. Деяние 23.7. Когда же Павел сказал это слово? Произошла разция между парисеями и садукеями и собрами разделилось. Разделяется чего? Слово Божие достигло. Они фарисеи и садукеи. Они единодушны пришли убивать его Павла. Но Павел бросил то, что другие не могли принять. И сразу собрание разделилось. Вот сейчас собирают, когда нас всех вместе, городская администрация, и говорят, надо жить вместе, надо быть мирно. Призвали здесь мусульман. А я пришел, отдельный показывает в Коране. Смотрите, он не сказал, чтобы нас убивать. Христиан. Опустили голову. А кого же вы регистрируетесь? Да вы знаете, и людей не обманываете. Да вот, ну тогда хотя бы христиане, и с христианами мы вместе не можем, они и ретики. Они и ретики, как я могу с ними соединять это? Я даже молиться с ними не могу, если они говорят что-то не по слову Божию. И с христианом 4.13. И так будет, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, полного возраста Христова. А раз единства нет, нет познания Христа, нет полного возраста Христова, ты даже, может быть, еще и не младенец, а просто выкидешь. Как это абортирование церковью. Римлян 15.5.6. Божье терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою. По учению Иисуса Христа. Вот где мы можем быть едины. А если они слова Божия не принимают, ну может, от нас разделило, мы можем даже за стол не садиться. Я авторитетно ссылаюсь на Библию, а он ссылается на другой источник. Как мы сойдемся-то? У нас разная метра, я имею в виду метром, а ты оршином, а другой дюймом, ярдом. Ну как мы сойдемся-то? У нас разные будут цифры идти. 15.6 римлянам. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. А это возможно только в церкви. Безвуказно. Здесь все молитвы составлены так, чтобы не уклониться ни налево, ни направо. Уходя в церкви, ты лишаешься покрова Божией Матери. Думайся в этом. Ты уже никогда не скажешь, Матерь Божия, покрой мне ампором твоим. Уходя в церкви, в ересь, ты уже никогда не помолишься твоему святому. Ты никогда не обратишься к Николычу, Дотворцу, Никангу, Хранителю. Ты понимаешь, что за этим стоит или нет? Ты уходишь в никуда. Ты окружен будешь злобными еретиками, которые всегда воевали против церкви. Ты с врагами церкви соединяешься. Притом это навсегда. И в муке вечной в огне ты будешь с еретиками. Ты вдумайся, что ты делаешь со своей душой. Однажды. Мешают родные дети молиться. Зайди в старай где-нибудь. Встань перед Богом и скажи, Господи, с кем я должен вечность проводить? Ты хотел бы быть там, где злотаут. Но не там, где и те еретики, к которым ты пойдешь. Ты хочешь быть с апостолом Павлом, он говорит, еле сделала плоти. Вы серьезно смотрите на свою жизнь, на свое местонахождение. Вам Бог дал шанс. Вы его не оцените. Второй раз уже этого не будет. И постепенно все огрубеет. Привыкнешь к ворам. С ними вместе выпивать, будешь делить добычу. И этому придет конец. А живете-то здесь? Есть выражение такое, как у Христа за панхом. Все брошено, двери не заперты. Хорошо здесь. Первое колитвамин дети. Умоляю вас, братья, именем Господа Бога нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно. И не было между вами разделения. Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ну ведь нет этого. А это возможно только тогда, когда мы будем Слово Божие понимать по святым оттам и молиться вместе. Идти с радостью здороваться с родными и близкими. Вот представьте, когда наши в городе встречаются где-то, в общине. Они как будто не так говорят. Но в городе встретишь, так же не хочу и по неволе разулыбать, что твой человек. Лежу он едет с кем-то беседует. Он меня не видит. И я понимаю, что я уже более огражден здесь. Идет свидетельство. А наше свидетельство очень широкое. Я только в город выхожу. Ну пройду несколько остановок. Обязательно кого-то встречу, кто узнает. Начальник. Офицер. И при том у них какие-то мысли такие, что встреча с нами им дает благословение. Как мне один встретился Акимов. Вот хорошо, что встретился. Меня два раза наказывать вызывали. Говорит, и каждый раз он с вами встречался. И мне звание повышали. А он с полковника. Говорю, бойся еще встретиться, иначе генералом будешь. Бабушка, я только сел, стал говорить. Я говорю, у нас идут занятия. Это вот здесь показывают. Я там ходил, а там какой-то Лапкин или кто-то. Говорит я, но мне это не подходит. Нет, там нельзя вот то делать, другое. В карты нельзя играть. А мы с мужем всегда играем. На другом конце города пошли свидетельствовать. По домам разносим приглашением. Вижу на игровой площадке бабушка стоит, видно, с внучкой. Я говорю, подойдите к ней, она далековато. Только подошли и говорят, а у нас занятия. Она говорит, это вы не Атласкин, не университет, а я ходил, но сейчас не могу. Куда бы ни пошли, везде знают. Почему материалы? Свидетельства о Боге. Люди знают, но в какой момент они обратятся не знают. Над одним верующим так посмеялись. Ваш сын такой же, как наш. Ну, что он психиатр, ну и что из этого? Он не верующий. А верующий ответил. В случае великой беды, мой сын знает, куда обратиться, а ваш не знает. Все-таки преимущество есть, что вы верующий с ним не родились. В день беды ты знаешь, куда обратить взор. И Бог через эту беду тебя снова может перекинуть через забор к стаду Божию. Сегодня ты еще не тот, но в тебя вливается и вливается благодать. Ты понимаешь, нет, где ты находишься? Что тебе Бог уже дает? Эфисянам 4.15. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Филиппиисам 1.27. Только живите достойно благовествования. Нельзя жить достойно благовествования, если его нет. Чтобы это слово Божие исполнилось, надо благовествовать идти. И к кому идти? Друг другу благовествовать и приходите и говорите о Господе. А я сегодня считал, а у меня такое. Радуйтесь. А часто ли такое бывает? Газетки посчитают. От телевизора не отлипли. Программу знают. А ты каждый раз, даже если что-то смотрел, поделись другим божественным. Что ты видел? Где ты удивился красоте Божией? Мы отходим на малину здесь, у нас ни разу не пришли, мы лагерем не стали, не помолились. И уходя, чтобы мы снова не благодарили Бога за чудные облака, которые слепые не видят. Господи, научи нас быть сострадательными. Господи, сколько людей томится в гузах, свежего воздуха не имеют. А мы полной грудью дышим. Пошли к ним воспоминания, когда они имели дни свободы, чтобы они тебя искали. Понимаете, ты должен быть переполнен состраданием. От сострадания рождается мужество, перемесление этих страданий. Рождается героизм, если хотите. Филиппийцам. Живите только достойно. Чтобы соединены были мы в любви. И Хераха 38-25. Почему так мало божественных рассуждений? Говорят некоторые, у меня большое хозяйство, у меня много коров, а у меня столько чешники надо, у меня много ребятишек. Прекрасно. Писание ставит все на свое место. Херахов говорит так, 38-25. Как может делаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, занят, работами, разговорами только о молодых валах, то есть о машинах, о кардальных валах, обо всем, о колесах. Сердце его занято и показывает, что кузнец, плотник, горшечник. Но без них ни город не построится, без этих людей. Они очень нужны. Ни жители не соберутся вместе, но в собрание они не приглашаются. И на судейское свидалище не сидят и не произносят оправдания. Когда мне нужно даже велосипед отремонтировать, я к себе обращаюсь. Почему же ты не можешь понять, что в духовном плане тебе все-таки не столько дано? Я 45 лет минимум по 5 часов ежеменно провожу на Словом Божьем. Минимум. Хотя в отдельные дни более того. И ты ни разу не обращаешься. А я сознаю свою немощь, бессилие. Я в технике международных. Я постоянно к вам обращаюсь. Самое маленькое, что я ведет, я бегу и говорю, я совершенно не понимаю. Меня замыкает что-то. Ну ты и лепит. Ну ты и помоги. Мне дано это понять, а тебе не дано. Ну твое-то ты мой изучил, может быть, за несколько месяцев. А я изучаю 45 лет следующий и говорю, что я знаю очень-очень мало. Зачем же мы разделяемся? А наоборот так устроено, что одна земля рождает картошку, другая бананы. Чтоб по неволе мы ездили, говорят, сообщались из данных стран. У одного одна специальность, другого другая за того, чтобы мы по неволе обращались к партному, а партной обращался к пивцу и к тому, кто хлеб тряпает, чтобы мы общались. И вот эта наша разница между собой, нас должна объединять. Аминь.